Мой дом вот стоит, сгорел. Вообще я не успел даже вещи свои вытащить. А по сообщениям Гринпис, в огне и от удушья уже могли погибнуть тысячи видов животных. Если зайти на сайт мониторинга мировых пожаров с космических спутников, то можно увидеть, что горит большая часть России, в то время как Турция, в отличие от России, сделала приоритетной задачей тушения пожаров, сохранения лесов, экологии и жизни животных. Что может вызывать только гордость за консолидацию турецкой нации во время такой ужасной катастрофы. Если же посмотреть на повестку федеральных СМИ России, то складывается впечатление, что никаких пожаров вообще нет. А главнокомандующий вообще исчез, и из бункера не доносится ни звука. Однако в социальных сетях можно найти шокирующие кадры удушающего смога в городах, которые закрывают солнечный свет, а также выжженные дотла черные поля и кости животных. Единственное, кто высказался на эту тему, это советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, который назвал жалующихся на смок красноярцев, ноющий кучей дерьма. Идеальный пример настоящего отношения российской власти к своим гражданам. Стоит отметить, что пока Россия массово сгорает, официальные власти России заняты более важными делами, такими как подготовка к очередным выборам в Госдуму и вопросами принудительной вакцинации населения, а также обсуждением высказываний азербайджанского дипломата из Фондиярова Габзаде о Жириновском и ему подобных. В России, видимо, других проблем нет. Что же, если Россия сгорит дотла, то окажется, что во всем виноваты сами местные жители, которые плохо тушили пожары деревенскими ведрами, ну и, конечно же, Байден и агенты Газдепа, которые втайне поджигали российские леса.